Три сотни ватт звука и беспроводной сабвуфер. В этом видео распакуем саундбар Denon DHTS 316 BK-E2. Комплект поставки включает сам саундбар, сабвуфер, два кабеля питания, кабель HDMI, оптический аудиокабель, набор для крепления на стену, пульт дистанционного управления с комплектом питания, а также документацию. Рассмотрим саундбар повнимательнее. В длину он 90 см. Корпус выполнен из пластика, поэтому весит 1,8 кг. Половина корпуса, в частности передняя панель, закрыта приятной на ощупь тканью. За ней скрываются стереодинамики, пара высокочастотных 25-мм титеров и пара 112-мм среднечастотных излучателей суммарной мощностью 180 Вт. Сверху на корпусе пять кнопок управления. С их помощью можно переключаться между источниками звука, регулировать громкость и включать режим сопряжения по Bluetooth. Но, скорее всего, вы ими не будете пользоваться, потому что в комплекте идет компактный пульт ДУ с существенно большим набором кнопок. Также именно с пульта можно регулировать громкость сабвуфера и переключать режимы звучания. Фильм, музыка, ночной режим. Порт и разъемы находятся на тыльной стороне саундбара. Их немного. HDMI-порт для подключения к телевизору с поддержкой ARC, оптический и AUX-аудиовходы, а также разъем для подключения сетевого кабеля питания. Обратите внимание, что снизу у саундбара есть USB-порт, но это сервисный разъем, и в него не следует подключать накопители с музыкой. За воспроизведение низких частот отвечает сабвуфер. Его дизайн выдержан в том же стиле. Фронтальная панель покрыта тканью. Габариты 17х31х34 см, вес 5,2 кг. Акустическое оформление – фазоинвертор. Порт выведен на переднюю панель. Диаметр низкочастотного динамика 165 мм, а мощность 120 Вт. Сзади, помимо разъема для подключения сетевого кабеля, лишь индикатор подключения до кнопки синхронизации сабвуфера с основным блоком. Тут используется радиоканал, поэтому лишних кабелей подключать не придется. Подводим итоги. Учитывая габариты саундбара, он будет гармонично смотреться в паре с телевизором диагональю около 50 дюймов. Есть возможность настенного крепления на случай, если телевизор стоит не на тумбе, а зафиксирован на кронштейне. Суммарная акустическая мощность системы составляет 300 Вт, так что ее можно использовать и для прослушивания музыки. Тем более, что саундбар можно подключить к смартфону по Bluetooth. Из минусов отметим лишь отсутствие функции воспроизведения музыки с флешек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...